Воспользовавшись тишиной в городах Донбасса, восстанавливают разрушенное жилье и борются с мародерством. Помогает местным жителям охранять брошенные дома специальное подразделение милиции. Как патрулируют улицы Авдеевки, видела Елена Власенко. По казатейшей милиция Авдеевки очищает город от мародеров. Осматривают подозрительные заброшенные места. Обратили внимание, что отсутствует ограждение, отсутствует часть забора. Видно, что оставили после обстрелов, дабы избежать мародерства и кражи с этого здания. Нужно пойти осмотреть, какие предметы оставлены, личные вещи. Такие пустующие дома на каждой улице. Ведь за годы в Авдеевке уехала треть населения. За бесхозными строениями присматривают и соседи. Есть ли у вас какие-либо жалобы, мародерства на вашей улице? Вы как гражданин Украины можете что-нибудь? Нет, у нас улица маленькая, тихая. Брошенные дома, кто за ними присматривает? Мы. После трех недель тишины местные возвращаются в город и пытаются восстанавливать жилье. Из двухсот высоток почти половина требует капитального ремонта. Четыре сотни частных домов разбиты. Это Донград, смотрите. Что тут делается у нас? Ну, от того, что нет огня, даже кирпичи повываливались. Вот. Кирпичей здесь нету. Не знаю. Они мне предлагают забить фанерой, а тут говорят, задуйте пеной. Нормально? Зима впереди, задуйте пеной вместо кирпича. Пенсионерка Галина Павловна в отчаянии. Помощь одинокой женщине ждать нет кого. С двумя осколками в теле. И больным сердцем уже не веришь, что кто-то ей поможет. Мне три раза тут чуть не убило. Осталось чудом живо. Как я выскочила вот сюда за дверь, она пуля, туда он попала, в дверь. Видишь, вон дырачки. Дали фанеру. И пленку давали. Всё. Никакой помощи. Мышь ни от кого не имею. Одна душою. Никого нету вокруг меня. Ни близких, ни родных. Я уже людей изучила очень хорошо. Смотрят, как на зверя. Чего ты, мол, хочешь? Выделить деньги из госбюджета на ремонт домовладений попросил у Кабмина Авдеевский городской голова. Но помощи здесь ждут лишь в следующем году. Если это частные квартиры, здесь законодательство ещё не определилось, потому что восстановление и компенсация частному владению государством ещё не предусмотрено. Мы подали в госадминистрацию, в кабинет министров готовые проекты. Это где-то порядка 25-30 миллионов. Ещё готовятся проекты. Ждём от государства целевых денег на решение этих вопросов. А вот отопительный сезон в Авдеевке обещают начать вовремя. Правда, это касается лишь бюджетных структур, которые стоят на балансе горсовета. Будет ли тепло в квартирах обычных граждан, вопрос ещё не решён. Елена Власенко, Алексей Ковалевский, Валерий Яковенко. Специально для телеканала «Донбасс». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!